Эти негодяи, оборотни в погонах с молдавской стороны, ждут на сегодняшний день объявления меня в розыск СНГ, в межгосрозыск со стороны России, со следственного департамента МВД России, ждут решения майора Абраменко. Уважаемый товарищ следователь Абраменко, обращаясь к вам, как простой гражданин, не как политик, не как оппозиционер, вы сегодня майор, я понимаю, что хотите стать, как любой офицер, полковником и, наверное, генералом. Хочу вам сказать, что все ваши секретные комбинации, все те люди, которые вас посещают с разными инициалами, я не буду сейчас называть, потому что многие из офицеров работают под прикрытием, я знаю их настоящие имена, я знаю их псевдонимы, которые к вам приходят и сегодня говорят, что сегодня важно поддержать президента Дадона, потому что Дадон вот думает, что мы случайно ведем переговоры с Усатым и как бы надо быстрее Усатого подать в розу, засунуть его в дело Плохотнюка. И самое мерзкое, господин Абраменко, запомните, что рано или поздно надо будет отвечать и в России за этот беспредел и все те, которые вам сегодня советуют и приносят готовые тексты, которые вы должны пришить к уголовному делу, ответят они, они будут пальчиком показывать на вас, скажут, да это какой-то майор, следователь МВД, это как бы не мы, вы что, мы бы на это никогда не посмели. Господин Абраменко, ваша фамилия публичная, поэтому я называю вашу фамилию, но еще раз говорю, что как только вы меня подадите в розыск, весь мир узнает фамилию всех тех людей, майоров, полковников, генералов, которые замешаны в этой чернухе. Сегодня вы можете, как минимум, пойти к вашему руководству, обратиться к министру внутренних дел Колокольцеву, и Колокольцев может вникнуть сегодня в ситуацию и, по крайней мере, отстранить МВД из участия в этой расправе надо мной, которую сегодня заказал Игорь Додон, а некоторые Додончики его в Москве исполняют. Я боролся с Плохотнюком, всякими этими вашими мошенниками, которых люди, чьи фамилия назову чуть позже, навестили в тюрьме, и вот эти Григорьевы, Кузьмины и так далее, это негодяи, которые сегодня, если бы я работал в России, они бы сели еще раньше. Вместе с многими вашими коллегами, о которых мы чуть позже поговорим, я участвовал в оперативных разработках, находясь в Москве господина Абраменко, по тому же Григорьеву, Плохотнюку и прочим негодяям, подонкам и мошенникам, и включая тех, которые разрешали им осуществлять эти схемы, и на территории Российской Федерации, и в Молдове. Поэтому, господин Абраменко, я понимаю, что сейчас Дадон кричал, давайте до Пасхи, потом Дадон позавчера звонит тем же кураторам, говорит, нет, нет, давайте после Пасхи, кому сентем, он саптемы нападьте, милор, ну то есть перед Пасхой, Молдова православная страна, сам Дадон просит до, сам просит перенести, послушайте, ваше объявление в меня по сфабрикованному делу, по показаниям этих проходимцев-бандитов, которые сидят в российских тюрьмах, ни к чему не приведет. Граждане Молдовы знают меня, и всегда судили обо мне по делам, и по реальным поступкам, а не по тем провокациям, не фабриковали десятки уголовных дел в Молдавии, заказны убийством оптом при Плохотнике. Господин Абраменко, у меня не было никогда ни одного дела по коррупции. И я подниму кое-какие материалы, которым вы, как следователь, сможете получить доступ в Российской Федерации, где чем занимался Ренат Усатый, написано в деталях. И я всегда служил стране и народу, а не каким-то чмошникам, неважно, они гражданские или в погонах. Поэтому, господин Абраменко, очень хорошо подумайте и задумайтесь о том, что рано или поздно придется отвечать за все эти заказные дела и за чернуху, которую вам навязали. Я понимаю, что в эти минуты вы, может быть, уже сидите с ручкой и думаете, значит, подписать все необходимые документы или нет. Про то, что вы хотите на меня повесить ландромат вместе с Плохотником Платоном, есть одна проблема, что вы еще даже не обвинили Григорьева этого негодяя. В декабре месяце вы его обвиняли, перед Новым годом. А додон уже о том, что я буду в ландромате, говорил многим людям и в Молдове, и в Москве еще в августе, и в сентябре. То есть даже вы, как следователь, не знали, на кого вы выйдете в Россию, а за вас уже знали, кого надо будет привлечь в Молдавию. Я не какой-то потерпевший, который будет просто сидеть, наблюдать, как меня пытается кто-то уничтожить. У меня нет сегодня претензий к стране, и у меня никогда не было претензий ни к Молдове, к моей родине, ни к России, стране, в которой я прожил половину жизни. Но сегодня, сегодня, значит, я вас прошу задуматься над тем, и не быть одним из этих додончиков, которые рано или поздно ответят по закону. Вы думаете, я не знаю про того Пуфика, где-то метр сорок в ширину стали, который сюда летает, и во время пандемии приземлялся в Кишиневе, был у додона, раздавал какие-то команды в Москве. Естественно, и про Пуфика знаю, и про его трудовую деятельность, и не только трудовую, и за то, зачем он лезет в Молдове, во что, мы также поговорим. Я вас прошу, просто как человек, у вас сегодня еще есть возможность, избежать уголовного наказания за фабрикацию. Потом сядут все.